Всем привет, я Донис, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed 4, черный флаг. На задании купить бортовые орудия. То есть, еще более сильные, чем есть. Круто. Мы поплыли. Или нам все равно, где купить. Я что-то, наверное, могу, не? Портовый мастер написано. Вот, портовый мастер тут есть. Ты-то пошли на берег. Добрый день. Ага, вот в каюту теперь можно попасть, в трюм. Наконец-таки. Черепа у нас висят, офигеть. Как же это прекрасно. Но качество текстур не самое высшее. Могли бы для такой локации прямо повыше качество сделать. Все-таки она ограниченная. Снарядить корабль. Ммм, улучшение галки. Бортовые орудия. Десять бортовых орудий обычной огневой мощи. Стоимость 0. А, 70 железа. Ладно, не будем бежать впереди паровоза. Алые паруса. Алые паруса. С красными полосками. Прикольно. Продать можно грузы. Не, пока не буду. Какой тут беспорядок, жесть. Эдвард, Эдвард. Просто жесть, склад. Переодеться, типа, да? У меня все устраивает. У меня все устраивает. Браво, Кенуэй. Ты создан для нашего дела. Что по сердцу, то не в тягости. Ха-ха. Здорово. Но это не навсегда. Я только хочу накопить золото на землю и на титул. Боже, да сам себя послушай. Все грезишь о своей красотке в Англии. А тут любую выбирай. Прибежит только по мане. Достойные цели, господа. А ведь я вроде как среди отпеток негодяев. Ну вот единственный, знаете, минус, как вот в голливудских фильмах. Они себя ведут не как люди того времени. Они ведут себя как американцы современные. Просто в одеждах того времени. В третьей части как-то было все серьезнее в этом плане. Более они натурально себя вели. Тут более все весело, но поведение вот этих вот пиратов... Ладно. Я придираюсь. Отличная сделка. А что команда? Команда ликует. Поговаривают о встрече с мастером Кидом, чтобы ограбить плантацию. Плантацию? Как смело. И выгодно, если получится. Да. Это идея. То есть тут немножко перекос чуть сместился со стороны историчности. Хотя и третья часть не совсем историчная была. Но тут сильнее они отошли от историчности. Сделали более веселым. Но он зато геймплей улучшился. И все равно сюжет интересный. И персонажи интересные. Отдать скорости! Так, ладно, пошли дальше. Куда нам там? По дороге кого-нибудь завалим сейчас. Испробуем новые пушечки, кстати. Так, это кто у нас? Бриг. Канонерка. Два брига, да? Окей. Ника. Феникс. Венера, по-моему. Убавить лезеля! Ротмачта! Топ-фалы подтянуть! Наполни каждый... А, я могу артиллерии жахнуть, кстати. А где? А, нет патронов, понятно. Ой, многовато их тут. Так, уходим от столкновения. Холера. Многовато вас тут, конечно, ребята. Все равно урон наносит хороший. Блин, крепкие заразы. Приготовиться! Держитесь рядом, чтоб не протаранили. Блин! Удачный бой! Они совсем близко! Холера! Блин! Если мы здесь, надо бить! Гоу! Блин! Снаряжаем! Будут их замедлить! Блин! Стреляют! Блин! Осторожный капитан! Не знаю, хватит ли жизней. Одна не будет! Ну! Легко! Столкновение! Холера! Ах, там скалы! Где скалы? Блин, на скалы! Блин! Хороший залп нам поможет! Залп! Блин! Хороший залп! Хороший залп! Ну, это так было. Убавить паруса оттуда! Блин! Нас попали! Надо, наверное, уходить отсюда. Или кого-то взять на абордаж. Вот это он, например. Эту шхуну. Пойдем на перелез! Нас проторомят! Блин! Блин! Стреляйте вам туда! Держись! Осторожней, капитан! Они стреляют залпами! Идем! Блин! Чтоб каждый парус наполнился ветром! Блин! Салп! Стреляйте прямо туда! Двое готово! Приготовиться! Держитесь! До того гулять уже. Стреляю! Блин! Столкновение! Холера! Ну, интересно! Просто офигеть! Я не знаю, может, это не так интересно смотреть, что я долго борюсь. Но, блин, интересно играть жутко. Блин! Хреново дело! Старуха! Так, абордаж! Срочный абордаж! Пойдем рыбам на ужин! Пойдем рыбам на ужин! Фух! Фух! Почти попа! Абордаж небольшое читерство тут. Так как в этот момент на нас не могут другие нападать. Абордаж! Все, готово! Ремонтируемся поскорее! Насколько мы отремонтируемся на 2 единицы, я так понимаю, да? Или на 3? Сейчас глянем. Сколько всего! Мортирные ядра, кстати! Во! А что там снизить было? Я даже не глянул. Ладно, главное ремонт сейчас. Во! Неплохо отремонтировались! Кстати! Заразный таран хочет идти! Блин! Стреляйте вон туда! Готово! Готово! Таран Kle-ма! Блин! 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 И прямо туда! Готово! Так! Славно, славно! Киселя! Дромселя, писеля! Чини! еще в новинку так мимо так все хватит но своего скидал а почему кулаки блин я че-то это звучит сражаться вручную все фух насуха отремонтируемся в этот раз и там был какой-то еще вариант кроме отремонтироваться что-то другое снизить известность можно не починить известность там нужно наоборот пусть все знают самого грозного пирата этих морей а что нам морей всего мира всех к дну холера мортира я гулять только дайте знак капитан держись так но это партаж я уже решил срезать ибо хватит вот теперь снизим известность ну что по рукам он лишь молчит ничего не сказал так славно все хватит боев поплыли на задание солнце садится ох какое море красивое солнечная дорожка на ванты живо отдать все вперед их песенка славная а какой-то флаг у нас весь подраны в дырках типа это круто запретная зона проходим мимо по возможности так груз сколько груза тут откуда столько-то сэр справа там груз корабля сэр о неплохо отдать гроты парни на рее спустить паруса отдать гроты по ветру просопить рее поднять паруса так но тоже не буду собирать впереди скала убавляй от ветра отобрать паруса а почему мы не пришвартовались непорядок руля как тут еще груза отдать седла им ветер блин ну ладно все нельзя пришвартоваться что ли окей а тут лодка есть если что мы потеряли чё там пришлось немало натерпеться чтоб меня не хотел бы я повторить это то есть частично локализированы вот эти моменты лишь частично так можно залезть и ладно уже достал всяким тут гриндом урожай сахарного тростника да ну отпрыск самого уильяма кида совсем юнец но такой же озорник как покойный отец весьма рад встречи кенуэль а ты все так же элегантен стянул костюм у какого нибудь франта в гаване нет сэр я снял его с трупа принадлежащего хаму оскорбившему меня прямо в лицо а что ж ходят слухи о нападении на плантацию от меня ведь нет секретов похоже что нет каждый день мимо проходят шхуны с сахаром везут с соседних плантаций они достаточно часто причаливают сюда поторговать есть один человек на котором можно хорошо нажиться пожелаешь ограбить плантацию я его покажу пожалуй этой плантации владеет господин бэкфорд именно так у него много плантации и он безумно богат таких то и нужно грабить где-то здесь есть его человек проследи за ним и он выведет тебя к цели угу найдите поверенного бэкфорда окей так надо точку обзора тогда уже исследовать нам деспондин бэкфорд одобрил эти цены и он уверен в качестве товара ну да баток и трассник ничего не подпорен я очень рад что вы так считаете хоть ваше предприятие так вниз море только не есть той стороны вон он идите за поверенным старая добрая слежка подозрительный зараза и он даже не заметил опасность не там где ты думаешь чувак я самотей так а тут уже сложнее ко мне здесь мы закончили а куда дальше вернемся на плантацию и загрузим трюмы товаров урожай в этом году удался говорите тише сэр это ведь не дружественный порт глупости я только что чудесно пообщался с одним местом вы пришли к соглашению как скажете сэр поднять флаг парни пора домой так доберитесь до штурвала галки нельзя так так вот можно давай скорее время немного успею прикольно радуется так круто капитан вы задумали нечто рискованное этот взгляд мне знаком да я только что слышал как один из людей бэкфорда похвалялся своей плантации и складами там думаю мы могли бы избавить его от этих товаров и продать по куда более выгодной цене а славная мысль я только за там монета мыча вот это красавец запретные зоны это области которых вам нельзя находиться корабли немедленно вас обнаружить начнут атаковать только вы окажетесь в их зоне наблюдения зона наблюдения кораблей видна на миникарте держитесь от них подальше чтобы избежать столкновения запретные зоны отмечены на миникарте красным цветом окей вражеские патрули капитал стой адэ впереди враг я вижу ослабить пизан чтоб каждый парус наполнился ветром дойки вниз по местам стоять дойки вниз вот дела так слева обойдем ай пофиг все идем прямо повезло повернул он а быстрее не могу кстати заблокировано где пройдем ослабить пизан все паруса холера уходит сколько есть блин мы идем прямо на утесы на полном ходу идти короче тут ой а дель впереди враг я вижу хоккей вниз по местам стоять а на расстоянии рифы на фоке а на расстоянии английский флаг прямо чтобы каждый парус наполнился ветром поднимаем все паруса поднимаем все паруса спустим спустим бомбаром селя ослабьте старушку ребята у меня тоже кстати английский прямо ой английские флаги кроме британского в этот раз он медленно идет как-то так дальше по металле в 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 Это как будто издевается, то медленно идет, то быстро. Это человек Питера Бекфорда. Слыхал о таком? Сахарная империя Бекфорда. Да, Бекфорда и Дракса. Я знаю эти имена. Другие рабы проклинают ее. Ты работал на плантации, да? Да, на небольшой. Я тогда работал в варочном. В варочном? Что же там варят? Тростник? Или что другое? Сок тростника. Делать сахар непросто и опасно. Потому он и стоит так дорого. Как устроен рабочий процесс на плантации? Сначала тростник срезают, а потом перетирают между железными жерновами и давят сок. Потом, чтобы выпарить воду и получить сахар, мы кипятили собранный сок в огромных метров чана. И знаешь, брат мой, нет ничего горячее кипящего сахара. Он липнет в коже, как птичий помет, и жжет, оставляя страшные жрамы. Господи! Офигенно! Сахар сравнивать с птичьим пометом. Вот такая вот карамель. Опасная штука. Так, причалить. Новый остров. Доберитесь до поверенно, окей. Поспешим. А где мы находимся по карте вообще, если глянуть так? Ага, на юге Эльютеры. Запретная зона. Ну давай! Это убить можно. Офигеть! 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 Так, этого тоже убить надо. Время нету. Ну давай ты! Холера! Почти успел. Если бы он не залез в этот сток. Так, надо спешить. По краю. Ага. И все легко. Я неправильно пошел просто. Что здесь случилось? Что здесь случилось? В чем дело? Отметили, сэр. Вот и все. У Джонса именины. И вы осмелились попивать на посту? Не беспокойтесь, у нас все улажено. Что ж, скоро узнаем. Сегодня нужно удвоить стражу. Удвоить, сэр? Но зачем? За мной следили по пути сюда. Если не ошибаюсь, пираты. Хотя корабль был слишком велик для этих негодяев. Но точно не работорговцы. Судя по кораблю. Удвойте стражу, пьянчуги. И смотрите, не проморгайте ничего важного. Да, блин. Холера. Эй, наверху шевелись. Работа не ждет. Простите, сэр. Я буду смотреть в оба. Так. Это проблема. Почему так озвучено плохо, что не умеет пьяных озвучивать? Эх, актер еще называется. Так. Зараза. Кто здесь за все отвечает? Мне нужно попасть на склад и немедленно. Кого он спрашивает? У кого из вас недоумка в ключ от склада? Ну? Везвых здесь совсем нет? Прайти мне ключ от склада! Ключ, черт побери! Найдите мне ключ! Блин, ну кого же он? А, вон, по-моему, да там? Угу. Окей. Так, это будет непросто, но у нас и таймер... Нету, нифига себе, кинул фонарь. Окей. Нормально, я не заметил даже. Все окей, все в порядке. Так, тот может быть проблемой. Холера! Блин, попа! Ну все, теперь. Устреляйте же! Кто там бьет тревогу? Классный пистолет, из такого расстояния убивает. Блин. Ну? Зараза, опять! Так, ладно. Берем ключ. Уже утро, кстати. А что он не перезаряжает? Эх, ладно, все. Ого, добыча какая! Хо-хо. Неплохо. Эх, стычек не получилось избежать. О, в смысле? Как это так? Повредить сигнальные колокола можно было еще, ну ладно. Ну, вот эти дополнительные миссии по-хорошему, они для второго уже прохождения. Первое, можно особо не обращать на них внимания. Ну, скажем так, сильно прямо запариваться не стоит, потому что это может немножко испортить ощущение от игры. Ну, иногда можно и постараться выполнить доп. задания. Так. Так. Хорош. Ага, тут как-то называется очко анимуса, или как он там. Еще одно. Ладно, это я все пособираю потом. Вне записи. Ну, вот эту точку уже соберу сейчас. Точка синхронизации. Кэт-Айланд. Кошачий остров. Всего сколько получается? 300 монет, да? А, это не враг? Окей. Надо убить на всякий случай. Так, песня. Готово. Шанти. Куда нам там? На корабль, наверное, да? А не могу телепортироваться сюда, не? Не. Стелла Майя. Она? Подойди сюда. Проще всего вот так вот будет. А, задание у нас не на корабле же. А, задание у нас... Ну, надо на корабле, в любом случае. Так, лодочка. Надо глянуть эту Стеллу Майя. Хотел пришвыртоваться? Ну ладно. Эп нырнул за борт! Ну, вот тут можно, по-любому. Не. Вау, офигенно выглядит. Так, и что с ней делать? Расположите выделенные объекты правильно. Чувствительность слишком низкая там мышки. Ой, далековато немножко. Копать. Просто под камушком. Ну ладно, там бы нашли уже. Если бы так под камушком было. Камни Майя. Ладно, поплыли дальше. Угу, а плывем острову дальше пойдем. А что там такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И блин, кинул штурвал. Нормально. Типа, едь куда угодно. Это бывает у девушек, у них так за рулем. А в сложных ситуациях они просто бросают руль. Так же и я сейчас. Так, в бои не ввязываются. Просто мирно идем мимо. А нас, я так понимаю, не будут нападать, если нет известности. Ага, моряк там в воде. Нам он нужен. Так, и еще один. Красотка. Галка. Главное, когда хорошо идет, красотка. А когда чуть не потопили, старуха была. Древесина. Так, ну ладно. На этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, спасибо. До встречи.